Подвижной состав третьего автопарка пополнится 120 новыми автобусами, а кондукторы уже в этом году оденутся в единую форму. Таковы были условия меморандума, заключенного в 2010-м между Карагандинским Акиматом и автопредприятием. Поднимая тариф на проезд, перевозчики как один твердили, качество обслуживания станет выше. Что сегодня изменилось в автопарке и выполняется ли условие договора, узнавали наши корреспонденты. Место для кондукторов специально оборудоваться. Артур Григорян, директор третьего автопарка, знакомит с недавней покупкой. Уже на днях 18 новеньких автобусов выйдут на дороги Караганды по городским и пригородным маршрутам. А уже до конца июня подвижной состав автопарка будет пополнен еще 120 комфортабельными автобусами. Приобретение автотранспорта предусмотрено одним из пунктов меморандума, заключенного еще три года назад между городским Акиматом и перевозчиком. Это комплекс начальный. В этом году кондукторы оденутся в единую форму. Для этого в третьем автопарке готовят цех по пошиву, ремонту и стирке униформы. Чтобы одеть весь персонал, предприятие затратит более 30 миллионов тенге. Этому цеху 32 года. А это комплекс технического обслуживания. Цех реконструируют и обновляют. Через два с половиной месяца его ведут в эксплуатацию. Модернизация производственной базы, также условия подписанного договора. С момента повышения тарифа на проезд, условия меморандума перевозчик выполнил лишь на 70%. Какие пункты выполнены, обновление подвижного состава имеется, вы видите. Технологическое оборудование обновляем постепенно. Спецодежду мы готовимся, пока еще не выполнили. Повышение заработной платы мы пока не можем себе позволить. В связи с тем, что средств недостаточно. По-прежнему остается открытым вопрос повышения культуры обслуживания. Жалобы на хамство кондукторов продолжают поступать от горожан. На сегодняшний день мы перевозим порядка 6 миллионов пассажиров в месяц. Естественно, недовольствия будут. И с одной стороны, и с другой стороны. Мы работаем в этом плане. У нас есть, кроме того, что есть у полномоченного органа горячая линия, у нас есть своя горячая линия. То есть, по каждому звонку пассажира, жалобе, принимаются обязательные меры. И принимаются меры всегда не в пользу наших кондукторов. Между тем, чтобы выполнить все обязательства и обеспечить пассажиров качественными услугами, необходимы средства. Тариф в 50 сенге, как утверждают перевозчики, не покрывают расходы предприятия. Между тем, в Акимате Караганды создана комиссия из числа антимонополистов, налоговиков, депутатов и общественников по рассмотрению себестоимости тарифа. По решениям комиссии будем рассматривать вопрос дальше. Либо повышение тарифа, либо субсидирование автопредприятия. Но это не факт, что может тариф 40 деньги, может и действительно 75-80 деньги. Но еще результат не оглашен. Планы у автопредприятия большие. В следующем году, на примере Тимиртаут, третий автопарк планирует оснастить автобусы GPS-навигаторами. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов. Первый Карагандинский.